Парламент хочет еще на два года закрепить высокие зеленые тарифы. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде. К слову, украинские цены на альтернативную электроэнергию самые высокие в Европе. К тому же авторы проекта законно предлагают отсрочить проведение открытых аукционов до 2025 года. Нардепы утверждают, что такие меры помогут привлечь иностранные инвестиции в Украину. Журналисты из интернет-издания «Наши гроши» провели расследование и выяснили, что в первую очередь на таких тарифах заработают авторы этого законопроекта. Что это? Привлечение инвестиций или лоббирование собственных интересов? Разбиралась Ксения Барвиненко. Украинские зеленые тарифы на уровне 15 евроцентов за киловатт самые высокие в Европе. В той же Германии они втрое ниже. Законопроект 84-49-1 предлагает продлить такие расценки еще минимум года на два, потом уменьшить на 20% и закрепить еще на 5 лет. На этот же срок предусмотрена и возможность повышения тарифов при использовании украинского оборудования. Во времена Януковича бизнесом на зеленой энергетике активно занимались братья Клюевы. И он приносил миллионные доходы в зеленой валюте. Теперь вот нынешние нардепы решили разработать новые нормы для этой прибыльной сферы. И в этом их личный интерес. Так утверждают журналисты интернет-издания, которая занималась расследованием этой темы. Мы в этой ситуации имеем дело с однозначным лоббистским законопроектом. Авторы этого законопроекта, самые народные депутаты, имеют полное юридическое отношение к бизнесу, который они пытаются регулировать. В законопроекте в этом плане тогда очень интересно выглядит норма о том, что тот, кто использует оборудование отечественное, тот получает надбавку к тарифу. То есть покупай оборудование у соавтора законопроекта и будешь получать прибыток за счет всех остальных потребителей Украины. То есть по сути на украинцев перекладывают вот эту плату, вот эти деньги, которые хочет заработать вот этот народный депутат. На своей странице в Фейсбуке один из авторов документа, радикал Виктор Голосюк, утверждает, что такие нормы помогут привлечь инвестиции в Украину. А вот экономисты уверяют, заработает в первую очередь сам нардеп. И уже нужно запускать открытые аукционы, которые позволят строить солнечные или ветровые электростанции тем, кто предложит самый низкий тариф. От терминования аукционов, открытых до 2025 года, это инициатива, которая будет гальмовать развитие энергоринка Украины. Потому что весь цивилизованный мир работает именно на открытом рынке, в данном случае, в том числе, за принципом аукционов. Потому что именно этот принцип даёт минимальную цену и максимальный выигрыш для потребителей. Это выглядит больше, как лоббистский интерес, чем государственный интерес. Потому что даже сейчас, когда в Украине зеленый тариф один из самых высших в Европе, всё равно мы не видим массовую развитию как солнечных электростанций, так и ветровых. Специалисты утверждают, высокие тарифы действительно могут привлечь инвесторов. Но думать нужно о людях, ведь в первую очередь такие цены бьют по карману украинцев. Стоимость альтернативной энергии связана с тарифами на традиционные виды энергии. По сути, чем выше зеленые тарифы, тем больше людям платить за электроэнергию. Потребитель не выбирает, какую электроэнергию он покупает, просто оплачивая всю стоимость электроэнергии, куда включается и стоимость этой зеленой энергии. Зеленый тариф в Украине, он самый высокий в Европе. Но вопрос в том, чтобы не переплачивать. В принципе, этот путь уже прошли практически все европейские страны, Испания, Чехия, по пересмотру зеленых тарифов. Сейчас наиболее оптимальная модель, при которой и привлекаются инвестиции, и сохраняется интерес для инвестора, это модель аукциона. К слову, подобных законопроектов в парламенте около десятка. Проект 84-49-1 является альтернативой законопроекту 84-49, который зарегистрировали в парламенте на две недели раньше. Он сохраняет сверхприбыль из зеленых тарифов на два года, а затем предполагает проведение открытых аукционов и введение объективных цен. Ксения Барвиненко, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует...